В эфире тележурнал Первая линия. Сегодня тема нашей передачи реабилитация диких животных. В преддверии чемпионата мира по футболу безнадзорные животные подверглись особой опасности. Их численность в регионах проведения матчей по поручению Министерства спорта должна быть гуманно урегулирована. На деле же по стране проводятся тендеры на отлов, усыпления и отстрел, что привело к протесту общественности. Но в Ленинградской области есть место, где звери остаются под защитой. Мы находимся в единственном на сегодня карантинном центре реабилитации диких животных в России – Велес. Центр Велес имеет государственную аттестацию и все необходимые документы, позволяющие содержать диких животных. Однако финансовую и любую другую поддержку центр не получает. Сама администрация Велеса не относит себя к зоозащите, а сотрудники отвечают, что они – за реальную помощь. Помощь действительно оказывается огромная. В Велесе проживает несколько десятков диких зверей, которые, как правило, пострадали по вине человека. Спасение животных стало возможным благодаря небезразличным людям. Каждую неделю волонтеры привозят еду и лекарства, ухаживают за питомцами и заготавливают корм. Еду для зверей они покупают сами и еще забирают пищу на точках сбора. В социальных сетях есть список всех нужд – от продуктов до бинтов, а также предостережение от ненужных трат. Цитрусовые, например, животные не едят. Мы узнали о центре Велес год назад через листовки, которые принес кто-то из слушателей наших курсов в философской школе. А приехали мы, к сожалению, не так давно. Мы приехали первый раз в октябре 2017 года. Когда мы приезжаем, мы приводим, конечно, вкуснятки в виде морковки для нашей любимой уже лосихи, люмины и остальных животных. А так мы обычно работаем руками. Деятельность всегда очень разная. Где-то мы собираем ветки, где-то мы чистим, ну, не берлоги, но клетки. Работы всегда много, ну и она достаточно разная. Мы в основном собираем ветки, еловые лапы, уходим глубоко в лес, либо мы собираем ветки с другой стороны, которые такие кустарные. Ну и плюс убрать, вот то, что сегодня мы чем занимаемся, убираем всякие вольеры, мешки таскаем там со всякими, там иногда щепу перебираем, фасуем. Ну, то есть разная совершенно работа. Мне кажется, вообще волонтерство, добровольчество, это очень важно. Важная грань в жизни каждого человека, потому что, мне кажется, в жизни нужно просто что-то отдавать, ничего не требуя взамен. Это делает человека гораздо счастливее. Вообще, любое доброе дело, оно всегда длухотворяет как-то человека, и мы с большим удовольствием вместе с ребятами приезжаем сюда, и даже когда мало работы, ребята расстраиваются, что как-так, мы вроде все переделали. На самом деле, делать добрые дела, это очень приятно, это очень хорошо, это раскрывает душу, что ли, человека. Ты чувствуешь себя полезным, нужным. Лосиха алюминька – самый знаменитый питомец центра. В 2016 году в Васильках стая собак напала на лосиху с ее детенышем. Мать загнали в лес, лосенка – в реку. К счастью, поблизости оказался рыбак. Он разогнал стаю, вытащил детеныша из реки и сообщил о происшествии в МЧС. Оттуда информация дошла до Велеса. Лосенка доставили в крайне тяжелом состоянии, началось длительное лечение. Но свое имя алюминька получила из-за медицинского спрея, которым обрабатывали раны. Тогда он придал ей шкурке алюминиевый оттенок. Сотрудники центра выкупают животных со скотобоин, достают из капканов и спасают от браконьеров. Однако Велес не всегда занимался реабилитацией диких зверей. Изначально он задумывался, как центр помощи лостоногим совместно с зоопарком и как карантинный центр для передержки животных, в том числе при перемещении зверей из регионов России и за границей. Сегодня в центре обитает так много питомцев, которые нуждаются в заботе, что у сотрудников и волонтеров Велеса едва ли находится время даже на перерыв. Но нам повезло. Между заготовкой корма для животных и уборкой территории удалось поговорить с организатором волонтерской деятельности Вероникой Антоновой. Центр был основан как просто объединение волонтеров в 2007 году. Тогда это не было еще образовано НКО. И начали с помощи нерпам и тюленям. На тот момент фонда помощи Балтийской нерпы еще не было, поэтому центр именно специализировался на данном виде помощи. В 2009 году центр стал уже официальным НКО, как раз фонд помощи диким животным Велес. И как раз начали поступать помимо нерп-тюленей еще остальные виды животных, потому что подобного центра больше нет. Если, например, пострадавший лось или это медведь, то им больше некуда, если они приболели, если они пострадали в результате автотравмы или это животная сирота, им больше некуда поступать, никто им больше не поможет. В центре присутствует более 150 диких животных и птиц. Обычно весной, летом это количество прилично увеличивается, потому что это как раз время поступления и животных-сирот, и очень большое количество животных, пострадавших в результате автотравм, и так далее, и тому подобное. Вот весна вот сейчас, это вот как раз самый пик, когда могут поступать, начать поступать животные-сироты. Начиная с медведей, дальше лисята, волчата, и потом уже более поздние, это лосята. Только выкормленных, например, медвежат-сирот, их больше 25. Лосят будет 6. Очень большое количество псовых, в результате которого автотравм пострадали псовые, те, кто водятся в Ленинградскую область, это енотовидные собаки, лисицы. Вот их очень большое количество, которые здесь после восстановили и дальше потом выпустили в природу. Ну, можно, включая, если 7 животных и птиц, можем мерить сотнями. Центру можно помогать разными видами абсолютно волонтерской деятельности. Помимо деятельности, это, безусловно, финансовая помощь, помощь продуктами, лекарствами. Также у центра есть, не очень, конечно, обширный, он постоянно, стараемся его увеличивать, список постоянных автоволонтеров, потому что помощь транспортом постоянно нужна. Также можно организовать свой пункт приема помощи для животных. Обычно волонтерский поток увеличивается в мае, летом немножко сокращается, и с сентября он опять повышенный. И с ноября по март тоже немножечко сокращается, ну, потому что время года достаточно холодное, тяжелое. Здесь, в основном, помощь, работа на улице. В центре есть выездные мероприятия. Например, у нас с 2015 года проводится мероприятие, которое называется «Ягель-день». Это достаточно большое количество волонтеров. В прошлом году это было более полусотни. На 20, даже больше, легковых машинах, в сопровождении грузовых машин, едет в леса Корейского перешейка на заготовку кормовой базы оленям, потому что ее, ну, в принципе, такое количество, которое нужно, нереально купить ни за какие деньги. В центре всегда многолюдно. Помимо сотрудников и постоянных волонтеров, сюда часто заезжают посетители. Среди них встречаются даже иностранцы. За 2017 год в гостях у Велеса побывали все континенты, не считая Австралии. Иностранцы у нас, в принципе, приезжают каждый сезон. Или это организованные какие-то группы, или индивидуально приезжают. Никто из них на русском, безусловно, не говорит. Они все здесь связаны с коммерческими проектами. Кто в Питере работает, кто учится. Вот сюда приезжают. Когда два года назад даже минус 35 было, русские волонтеры испугались приехать снег, разгребать нас из Штатов, из Китая, из Бразилии. И ребята выкапывали. Поэтому абсолютно разные страны, абсолютно разного возраста волонтеров. Так что разные, как русские волонтеры, так и иностранные. Центр Велес находится в деревне Раполова Всеволожского района. Набраться сюда непросто, но реально, в чем мы убедились сами. Тут рады любой помощи. Пакету яблок или участию в заготовке корма. А еще здесь с радостью покажут питомцев и поделятся их историями. Субтитры создавал DimaTorzok